Приветствую вас, Олег. Я прочитал ваш текст. Мне, если честно, слабо верится в то, что вы не понимаете в глубине души того, что ваша мама, она сознательно выбирает такую жизнь, она сознательно выбирает такие отношения, которые её как-то вот разрушают, да, как-то её напрягают и прочее, вот. Мне кажется, что вы в глубине души знаете, что ваша мама, она не уйдёт от отца. По крайней мере, сама своим решением, вот, потому что элементарно здесь проявляются строчки из песни Высоцкого, дадут мне завтра свободу, что я с ней делать буду. То есть ваша мама, она привыкла жить в несвободе. Она привыкла к тому, что она постоянно под давлением, что она постоянно ограничена. Вот. Она к этому привыкла. И я, честно говоря, не думаю, я не думаю, что это можно изменить, по крайней мере, вам, потому что это может сделать только сам человек, если он осознает, если он прочувствует, что то, что он делает, ведёт в никуда. Но я хочу, чтобы вы подумали вот о чём. Если, как вы говорите, ваш отец всё время имел проблемы с алкоголем, то вероятно, вероятно, для вашей мамы не стало чем-то существенным тот факт, что дети страдают, что детям тяжело и трудно, например. Вот если для вашей мамы это не стало чем-то важным, то почему вы считаете в таком случае, что она, например, уйдёт, допустим, от вашего отца? Сейчас, когда вы уже взрослый, да, сейчас, когда у вас уже всё хорошо, то есть сейчас, когда вы сформировали как-то вот свою позицию, да, и так далее. То есть почему вы считаете, что если она этого не сделала ради детей, а она не сделала этого ради детей, то она сделает это ради себя? Хотя дети ей, по идее, дороже, но любому родителю дети вроде как дороже. А вот получается, что, получается, что нет. Ну, по крайней мере, судя по тому, что вы рассказываете. Вот. Поэтому я вам, собственно, и предлагаю подумать именно в этом направлении. Предлагаю вам поразмыслить именно на эту, собственно, тему и решить, вот насколько, насколько реально вы оцениваете шансы того, что мама ваша может уйти от, ну, от мужа своего, да, это именно муж, не отец, да, ваш, а муж, в данном случае мы говорим в этом контексте. Вот. Знаете, какая штука? То есть, ну, хотелось бы как-то, чтобы вы все-таки реально подходили к этому. Значит, ну, вам мой коллега Кудрыщев Игорь Леонидович, в принципе, рассказал все, что связано. С, эм, с зависимостью, да, мне кажется, что он это сделал более чем лаконично, коротко. Вот. Не добавить, не отнять, что называется. Но я все же хочу, наверное, что-то добавить и сказать, что вашей маме, ну, это, условно говоря, нужно. То есть, ей нужно, чтобы, чтобы рядом был вот такой мужчина. Она не может, она не может просто быть, ну, вот, с кем-то другим. Вот. Если бы она могла быть с кем-то другим, она бы была вторая штука. Вот. Вам это тяжело, я понимаю, вот. Но лучше, конечно, если вы определите для себя, кому вы помогаете. То есть, вы помогаете маме или вы помогаете себе. Если вы помогаете маме, то, то, я думаю, что смотрите на то, что реально может ей помочь. Реально могут ей помочь только ее действиям, да, потому что, ну, потому что развод это то, что может сделать только она, а не кто-то за нее. Вот. Она этого не делает, значит, значит, она не хочет этого делать. И получается, что если вы, допустим, ну, вот, если вы пытаетесь ей помочь, да, если вы пытаетесь ей помочь именно, то в таком случае вы просто это, ну, делаете, как бы, ну, ну, не знаю, насильно, что ли. Вот. А это совсем не та история, которая может говорить о взрослых отношениях. И в этом смысле мне кажется, что вот мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, он в этом смысле прав. Потому что вы тоже, тоже, вероятно, созоветесь, раз вы пытаетесь спасить маму и считаете отца террористом. Вот. Хотя он не террорист, а просто, по сути, по сути, больной человек. Вот. Вот. Таким образом, таким образом, вам я, наверное, рекомендовал бы вначале самостоятельно выйти из зависимости. самостоятельно выйти из треугольника Карпмана, в котором вы сейчас находитесь. А после уже можно будет решить, что делать с мамой. Вот. Опять же, получается так, что вот вы пишете, да, значит, ежедневные разговоры смотрю по телефону. Вот. Для начала, для начала, перестаньте маму спасать. Вот. Оставьте видео наедине с проблемой. Чтобы у нее не было возможности, да, как-то вот, ну, условно, как-то негатив сливать. Чтобы у нее не было возможности разряжаться, например. Потому что сейчас эта возможность у нее есть. И, как бы, вот до тех пор, пока будут эти разговоры, до тех пор, пока эти разговоры будут, мне кажется, что ситуация мне изменится. Мне кажется, что ситуация такой же и будет. Потому что вашей маме нет мотивов, нет мотивов, что-либо менять. Зачем ей что-то менять, если у нее есть заботливый сын, который ее постоянно выслушивает, да, которые там, ну, делают для нее что-то и так далее. То есть, просто, вот, просто подумайте, просто подумайте, какой ей мотив, какой ей мотив что-либо менять в своей жизни сейчас. Вот, просто подумайте. Я рекомендую вам книгу к прочтению одну. Она называется «Созависимость семейная болезнь» за автором Валентина Москаленко. То есть, я написала Валентина Москаленко. Вот, «Созависимость семейная болезнь». Почитайте. Я надеюсь, что вам эта книга поможет увидеть те вещи, которых вы, возможно, не видите сейчас. Я надеюсь, что вам эта книга поможет. Я надеюсь, что она поможет вам. Вот. Ну и, соответственно, в дальнейшем, соответственно, в дальнейшем можно будет уже, в дальнейшем уже можно будет решить, хотите ли вы работать, вот, ну, допустим, над собой, да. Или нет. То есть, хотите ли вы, ну, ну, заниматься помощью себе. Хотите ли вы помочь себе или нет. Вот. Вот такая вот история. Может быть, маме имеет смысл дать почитать эту книгу, чтобы она тоже почитала её. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Удачи! Удачи! Удачи!